Всем большой привет! Сегодня у нас огромная куча пустых баночек. Я знаю, что вам нравятся такие видео. Поэтому давайте будем начинать. Сейчас вам все расскажу и покажу, что у меня закончилось и что мне понравилось, а что нет. Первое, что у меня здесь лежит, это такие вот салфетки, знаменитые, обожаемые многими. Это у нас от Котте. Покупала их в фикс-прайсе с клапаном. Обожаю, мне очень нравится. Здесь у меня идут универсальные и здесь детские разницы. Я в них никакой не вижу. И те, и те классные. Кстати, в упаковочке 120 штук. Не высыхают, плотные, хорошо пропитанные. Классный размер, прекрасно ими можно вытирать и ручки. Я также их использую в уборке. В общем, классные, обожаю. Дальше у меня здесь вот такой вот листерин, свежая мята, 250 мл. Миллион раз рассказывала про эти полоскалки. Долго заострять свое внимание не буду. Использую всегда. Вот это, наверное, пока самое лучшее, что я пробовала. Дальше шампунь. У меня Клэр против перхоти. Питающий шампунь. Максимальный объем. В общем, много разных видов. Здесь 400 мл. Обожаю. Просто это один из моих любимых шампуней для волос. И я всем рекомендую, у кого проблемная кожа головы, у кого сухая кожа головы. Попробуйте и вы поймете, что вот это вот ваше спасение. Дальше пена для бритья Арка. Использую я и муж. Классная, мне нравится. Очень плотная, густая, не водянистая. Хорошая помпа, хорошо дозирует. Сама пена плотная и приятный аромат. Есть большой выбор запахов. Можете выбрать, которые вам больше нравятся. Или такой более нежный. Или много всяких интенсивных, ярких, как я люблю. Дальше у меня здесь такой гель Палмолив. Кстати, какая-то у них лимитированная коллекция. Запах очень вкусненький. Такой яркий, сочно, цветочно какой-то сладкий. Какие-то даже кокосики есть, запах орехов. Но сам гель мне не очень понравился. Он как-то быстро смыливается, да. Не образует такую хорошую пену. В общем, быстро растворяется. И кожу он не увлажняет абсолютно. Не знаю, не понравился. Больше покупать его точно не буду. Вот эта вот маска. Фруктис у меня с бананом. Суперфуд. Здесь у нас экстра питание. Для очень сухих волос. Много отзывов. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Мне она лично очень понравилась. Сама маска очень плотная. Очень такая густая. Все, как я люблю. И, кстати, здесь можно использовать эту маску в трех способах. Первое, как бальзам-поласкатель. Просто вы наносите и смываете. Второе, как маску. Нужно подержать там несколько минут. И, как не смываемый уход. Ну, вот как не смываемый уход. Я, честно, не представляю. Не пробовала. Нужно нанести на волосы небольшое количество. На кончики сухих или влажных волос. Просто не смывать. Честно, третий способ я не пробовала. Обычно я просто использую в душе. Мне нравилось. Волосы мягкие, ухоженные, хорошо расчесываются, увлажненные. В общем, она обалденная. Я не знаю, кому она не подходит. У меня волос натуральный, тонкий. Мне нужно такое интенсивное питание. Мне она отлично подошла. С удовольствием повторю. Там есть несколько, кстати, разных вкусов. Может быть, попробую какую-то другую. Но с бананчиком. Очень понравился. И запах просто вот бомбезный. Очень вкусный. Дальше всегда покупаю вот такие вот гели для интимной гигиены от Кефри. У нас здесь с ароматом алоэ. Есть еще, по-моему, такой классический, без запаха. Классный гель. Хороший. Не пересушивает. Прекрасно очищает. Есть такой легкий, уловимый гель-аромат. Но мне не нравится упаковка. Ей неудобно пользоваться. Вот эта вот крышечка Flip Up. Она как-то не очень. Когда у вас руки мокрые, скользкие, вот это вот все открывать неудобно. Если бы здесь была помпа, вообще вопросов нет. Но из-за упаковки как-то не тянется рука мне его опять купить. Может, производители изменят что-то. Тогда вот с удовольствием. Вот такой вот кремик для рук комплексный. Happy Piggy. Счастливая свинка. Посмотрите, какой красивый. Покупала его в фикс прайсе. Здесь большой объем. 160 мл. Ах, боже. Как он пахнет. Очень-очень вкусно. Яркий. Какой-то цветочный. Какой-то сладкий ароматик. Упаковка сама просто обалденная. Мне понравился. Хороший крем. Неплохо увлажняет кожу руки. Не скажу, что прям вообще вау. Но неплохой, хороший. Если, например, сравнить с теми же бархатными ручками, то я лучше возьму вот этот. Потому что бархатные ручки, они как-то испортились. Вообще не знаю. На меня они никак не действуют. И кожу рук мы почему-то не хотят увлажнять. А этот мне понравился. Единственное, что их сейчас пока нет в продаже. Они куда-то пропали, исчезли. Но если увидите, то обязательно прихватите. Дальше у меня здесь вот такая вот красивая бутылочка яркая. Это лак для волос. Стальная охватка. Посмотрите, какая прикольная. Здесь такой дозатор очень интересный. Как он вкусно пахнет. Я когда им пшикаюсь, мне Юра говорит, что это у тебя за духи? Чем ты напшикалась? Он действительно такой интересный аромат. Не аромат какого-то обычного лака. Такого вонючего прям. Здесь какие-то цитрусы. Что-то такое легкое, кисленькое. В общем, очень классный аромат. Лак тоже неплохой. Хорошо распыляет. Не склеивает волосы. Хорошо держится. Действительно стальная охватка. Но проблема в том, если вы долго им не пользуетесь. Или вообще просто как-то у него со временем начинает залипать вот этот вот глазок. И нужно постоянно промывать. Я такого вот как-то не люблю. Хочется взять лак и уже там начать пшикать свои волосы. А тут еще порой приходится его промывать. Очищать этот глазочек, чтобы он хорошо распылял. Но так лак неплохой. Правда он не бюджетный. Но действительно достойный хороший продукт. Дальше здесь у меня вот такой вот дезодорант от Фа. У меня есть, кстати, вся линейка. С арбузиком. Так, да. С арбузиком. С арбузиком. Это у нас Фиджи. Очень мне понравился. Это дезодоранты. Это не антиперспиранты. Это просто дезодоранты. Которые предназначены для того, чтобы не защитить вас от пота. А просто устранить неприятные запахи. Я люблю такие пшикалки. У меня не всегда стоят в ванной. Я ими пользуюсь по случаю, когда где-то покупаюсь там на море, в бассейне. Я не знаю. Просто после душа. То я всегда использую вот такие вот пшикалки. Классный аромат. Действительно вкусненький, яркий. Он не защитит вас от пота. Но придаст какую-то такую легкую свежесть. И вы будете чувствовать приятный аромат на теле. Правда ненадолго. Но все же они мне нравятся. Я не знаю. Люблю. И мне достаточно того, что они делают. Конечно же, на какие-то супер такие случаи я использовать буду другой дезодорант. Но в качестве для того, чтобы освежить свое тело, то вполне себе ничего. Много ароматов уже пробую. Многие заканчиваются. Не знаю. Мне вот очень нравится. Дальше вот такой вот Coco Organic. Органический бальзамчик для волос. У меня здесь с кокосом. Приятный аромат. Такой нежный. Не насыщенный, а нежный-нежный кокосик. Но, к сожалению, не подошел он мне. Никак не увлажняет мои волосы. Очень такой жидкий. Я не люблю такие консистенции. И на моих волосах он вообще не работал. Никак не увлажнял. Никак не напитывал. Не знаю. Не понравилось абсолютно. Кстати, это уже, наверное, была моя вторая проба вот этих бальзамов. До этого был то ли какой-то желтенький у них есть. То ли какой-то коричневый, наверное, с органом. Тоже мне как-то не зашел. И кокосик, к сожалению, не зашел. Не знаю. Не мою. Однозначно покупать больше не буду. Вот этот вот Рексона мне очень понравился. Вот на такие какие-то важные выходы, да. Когда жарко, когда солнечно-жаркая погода, то я использую всегда вот такие вот дезидорантики. Мне очень понравился. Максимальная защита, сухость и комфорт. Не раздражает кожу. Он кремовый. Но какой-то немножко, знаете, как бы как жирненький или что, не знаю. Потому что упаковочка всегда подтекает. Особенно вот здесь вот снизу. Как-то он, не знаю, какое-то масло выделяет. Какой-то жир. Я не знаю, что это. Но мне очень нравится. Единственное, что он стоит в раза два дороже. Например, обычных шариковых дезидорантов. Ну или в таком формате. Здесь 45 мл. Небольшой объем и его не хватает надолго. Но так как он работает, мне очень нравится. Купила уже себе второй. Какой-то там с другим ароматом. В общем, классный. Обожаю. У меня и пшикалки, и такие тоже всегда стоят. Дезидорант на самом деле очень классный. Дальше вот такая вот умывалка. Невея. Это у нас для жирной кожи, склонной к несовершенствам. Прям из Таиланда. Здесь была такая красивая... Конечно, сейчас не очень красиво здесь. В общем, здесь такая красивая умывалка. Такого какого-то серого цвета. Стального, блестящего. В общем, красивый очень вид. Мне понравился, как она очищает кожу. Очищает до скрипа, но совершенно не пересушивает. И с этой умывалкой я чувствовала, что моя кожа очищена. И подготовлена для того, чтобы ее увлажнить. В общем, классная. Обожаю. Не знаю, пробовала в первый раз. Здесь, кстати, все на тайском языке. Ничего на нашем нету. Если видите, то обязательно приобретите, попробуйте. В общем, я осталась довольна. Действительно классная умывалка. Хочу еще повторить. Вот такой вот гель для душа. Еще здесь мне попадается от Камэй. Так, это у нас купаж цветочных масел. Нежная кожа. С каким это ароматом? Непонятно. В общем, пахнет розочками. Тоже нежный, ненасыщенный аромат. Я знаю, что многие не любят аромат роз именно в косметике. Но здесь такой легкий цветочный какой-то аромат. В принципе, гель для душа неплохой. Но я не скажу, что он как-то супер увлажняет кожу. Хорошо, в принципе, пенится. Хорошо смывается. Но кожа моя, не знаю, недостаточно сильно увлажнена. Поэтому, в принципе, если буду видеть его на скидках, то смогу повторить. А так, как-то все-таки Невея мой фаворит был и есть, пока и будет, и остается. Так, осталось у меня еще немного продуктов. Давайте расскажу вот про эту маску скраб от прыщей, от пропеллер. Мне, кстати, очень понравилось. Есть еще зелененькая. Здесь, кстати, маленький объем 40 мл. Но, не знаю, на моей коже она действовала хорошо. Хорошо открывала поры, хорошо очищала, помогала избавиться от черных точек. Здесь даже у нас такие вот мелкие скрабирующие эффекты. То есть, как бы, типа, как маска и скраб. Глубоко очищает поры черных точек, выравнивает рельеф кожи. Отшелушивание и матирует. Вот, мне понравилось. Сейчас использую зелененькую, потом вам расскажу про эффект от зелененькой. Но розовенькая, неплохая, бюджетная, поэтому присмотритесь. Дальше. Здесь у меня вот такая вот паста от сплат. Вот так вот. Это у нас биокальций, восстановление эмали и безопасное от бельвини. Не знаю, что-то у меня с ней не слаживается, как-то не заходит. Она мне не нравится. Не достаточно мятная, не достаточно освежает. В общем, не знаю, что-то мне не нравится. В ней, как бы, почему я их покупаю, не знаю. Часто меня скидки подкупают, поэтому беру ту пасту, которая, например, на скидки. Еще одна паста. Это, кстати, по-моему, турецкая. Саннино. Фрэш. Но я не скажу, что она прям фрэш. Она тоже очень легкая. Слабо пенится. В принципе, я люблю пасты, которые не очень сильно пенятся, да, чтобы не было полный рот пены. Но вот это меня не впечатлило. Мне кажется, как-то она недостаточно очищает мои зубы, недостаточно очищает эмаль. И я люблю запах свежести. Я люблю вот это ощущение свежести. А здесь, к сожалению, его для меня оказалось мало. Поэтому больше покупать точно не буду. Закончился мой любимый камуфляж, корректор, консилер. Называйте, как хотите. От Catrice. Я думаю, что многие с ним знакомы. У многих девочек есть обзоры на этот классный корректор. Он водостойкий. У меня в оттеночке 0,10. Для светленьких девочек вообще идеально. Он хорошо держится. Если вы их даже где-то вспотели, он никак с лица не уйдет. Я именно его использую для скрытия каких-то покраснений, каких-то прыщиков. Именно под глаза я его не использую. Просто когда он у вас долго полежит, он немножко загустеет. И некомфортно им потом пользоваться под глазки. Именно для того, чтобы скрыть какие-то мелкие покраснения. Вообще отличный. Обожаю. Он настолько незаметен на моем лице. Не знаю, вот сколько я не пробовала корректоров, консилеров. Но этот пока для меня самый лучший. Бюджетный. Его хватит вам, не знаю, на несколько лет точно. Дальше здесь у меня вот такая вот бьюти маска от Clorans. Этот продукт можно использовать также в двух вариантах. Либо как маску ставить на 10-15 минут. Либо просто как основу под макияж. Скажу честно, что мне этот продукт абсолютно не понравился. Ни как маска, ни как основу под макияж для жирной кожи не подойдет 100%. Он такой немножко жирненький, блестящий, не до конца впитывается в кожу. И такое ощущение, как будто бы ваше лицо перегружено. Хочется как-то убрать этот жирный блеск. И ни одна пудра, в принципе, не спасет. В качестве маски я тоже ничего не заметила. Что наносила этот продукт, что не наносила. Он по консистенции как крем такой. Нежно-нежно розовенький. С мелкими какими-то частичками. Но их на лице абсолютно незаметно. Не до конца впитывается. И я не знаю. Для чего он вообще. В принципе, для меня какой-то бесполезный. Поэтому я не советую. Но тот, кто пользовался, напишите. Какое ваше мнение? Как вам вообще понравился этот продукт? Не понравился? Но я читала много отзывов от девочек. Что как-то он им тоже не заходит. В общем, извини, Clorans. Но для меня это просто бесполезная штука. Стоит она не бюджетно. Но смысла от нее никакого. Поэтому я вам не рекомендую. Carmex знаменитый. Любимый. Обожаю. Вот в таком формате. В формате помадки. В формате стика. Мне очень нравится. И с гранатиком тоже люблю. Всегда, наверное, покупаю с гранатиком. И мне нравится, что здесь еще есть защита SPF 15. Хорошо увлажняет губки. Легкий такой ментоловый покалывающий эффект. Не знаю. Пока что лучше Carmex. Я ничего не нашла. Есть, конечно же, у меня другие помадки. Но Carmex просто незаменимый. Еще такая штучка у меня из люкса. Закончилась от Lancome. Малюсенькая-малюсенькая сыворотка. Здесь всего 7 мл. С пипеточкой. Малышка такая. Очень удобно было наносить. В принципе, неплохая сыворотка. Мне понравилась. Для моей жирной комбинированной кожи прекрасно. Держалась на моем лице. Никакого жирного блеска. Даже такая кожа была матовая. Мне нравилась. Использовала ее на ночь. Но, знаете, как сказать, что я там прям была от нее в восторге. Что буду покупать только ее. То как-то ничего такого не заметила. По возможности, конечно же, повторю. Сыворотка недешевая. Lancome, понятное дело, недешевый. Но, в принципе, сыворотка неплохая. Мне понравилась. Для комбинированной жирной кожи. Отлично. Хорошо увлажняет. И не оставляет жирного блеска. Дальше у меня здесь почти закончилось. У меня просто разбилась вот такая вот. Это, кстати, румяна от NYX. Я думаю, что многие знакомы с этой румяшкой. У меня в оттенке Taupe. Очень красивый оттенок. Но я не знаю, почему он называется румяна. Это больше всего скульптор. Для того, чтобы подчеркнуть свои сколы. Выделить как-то личико в качестве румяна. Я не знаю, здесь очень такой интенсивный коричневый цвет. Холодный, классный. Хорошо подходит для того, чтобы прорисовать скулы. Да, придать какой-то объем лицу. Но единственное, что с ней очень легко переборщить. И если вы как-то не рассчитаете и наберете много на кисть, то можете с легкостью поставить себе какое-то пятно, которое будет, в принципе, тяжело потом растушевать. Но я ее любила. Больше использовала как вечерний какой-то макияж. Закончилось, разбилось. Очень жалко. Но я нашла много бюджетных продуктов, которые могут заменить мне этот NYX. Поэтому, если когда-то что-то я увижу, то обязательно повторю. А так, мне нравятся сейчас другие продукты, бюджетные. Кстати, наши белорусские тоже очень неплохие. Но вообще, NYX классная. Румяна или, я не знаю, скульптор. Вообще, румяна называется. Если пользуетесь, хотите купить, то однозначно покупайте. Я думаю, вам понравится. И напоследок, у меня здесь осталось 3 маски, 3 тканевые маски, которые я использовала. Вот эту вот серию я вам уже не раз показывала. Очень классные маски. Мне нравятся. Здесь с улиточкой. Она такая необычная. Лекала у нее тоже необычная. С таким вот швом посредине. Она такая как 3D, как объемная. Но хорошо увлажняет кожу. Ничего сверхъестественного, конечно же, не сделает. Но хорошо увлажнит кожу, напитает. И я использую эти маски всегда на ночь. Есть у них липкость. Есть какой-то такой... Ну да, липкий, неприятный такой слой. Но за счет того, что я их использую на ночь, меня это никак не беспокоит. С утра моя кожа увлажненная, напитана, прекрасно себя чувствует. На самом деле, я не понимаю, как можно такие маски использовать перед макияжем. Мне, например, хочется потом все это себя как-то смыть и наносить на свежее личико. Там макияж, тон, да, или там еще какое-то средство. Люблю использовать их только на ночь, перед сном. И дальше здесь у меня вот такая вот парочка. Кстати, тоже корейские маски. Это у меня с женьшенем и коллагеновая. Вот эти маски тоже неплохие. Мне понравилась и та, и та. Хорошая у них лекала. Маска хорошо пропитанная, но в то же время с вас ничего не течет, ничего не капает. Все, что есть на маске, оно хорошо впитывается в кожу. Кожа увлажненная, напитанная, бархатистая. Присутствует тоже какая-то легкая такая липкость, но я повторю, что меня это никак не беспокоит. 20-30 минут я ее ношу, но здесь я заметила в этих масках есть какой-то, как будто бы легкий охлаждающий эффект или легкий покалывающий эффект. Но для меня это никак не отразилось на моей коже. Никаких покраснений, шелушений, воспалений я не заметила. Просто имейте в виду, если у вас кожа чувствительная, то, возможно, на вас могут эти как-то маски не так подействовать, и ваша личка может немножко покраснеть. Но никаких воспалений, у меня ничего не болело, ничего не чесалось, у меня ничего не проявилось, поэтому, в принципе, мне эти маски очень понравились. Повторюсь, хорошая лекала, и кожа после них действительно такая прям бархатистая, упругая, напитанная. В общем, классная. Обязательно буду видеть. Повторю, и нашла их, по-моему, в магазине Мила у нас. Джелуна, или как-то так они называются. В общем, присмотритесь, маски неплохие, но имейте в виду, с чувствительной кожей, будьте более осторожны. Ну вот, девочки, это были все мои пустые баночки, и была вам рада что-то посоветовать, и в чем-то вас предостеречь от ненужной вам покупки. Все средства я сама пробую, сама тестирую, и потом уже на основе этого у меня уже складывается мнение. Всем спасибо за просмотр этого видео. Я очень рада вашим лайкам, вашей обратной связи. Меня это как-то стимулирует, да? Мне придает какого-то, не знаю, второе дыхание у меня открывается. Мне хочется-хочется снимать. Поэтому, если вам не трудно, поставьте этому видео пальчик вверх. Обязательно напишите комментарий, чем вы пользуетесь, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Заходите в мой инстаграм. Я там провожу прямые эфиры, стараюсь с вами общаться больше в такой живой обстановке. Поэтому я всех рада видеть. Прощаюсь с вами. До следующих видео. И пока-пока.